После того, как семинар создан, появляется очень удобная табличка с фазами проведения этого семинара. В этом плане отображаются все фазы, вот их мы видим, и списки задач. Вот они тоже здесь видны. Текущая задача, как мы видим, будет выделена, и завершенные задачи будут помечены галочкой. Итак, посмотрим на эти настройки фаз. В частности, мы увидим зеленую галочку, что мы введение указали, инструкции предоставили. Однако, необходимо отредактировать форму оценки и подготовить примеры работ. Причем, пока мы не подготовим форму, примеры разместить невозможно. Также обратите внимание, что под этой формой уже размещено наше введение. Оно будет видно студентам. Примеры работ также пока не видны, и система подсказывает, что необходимо определить форму оценки. Итак, давайте отредактируем форму оценки. Система достаточно простая. Мы видим, что надо указать критерий, назначить балл или выбрать шкалу для оценивания, назначить максимальный балл, а также указать вес этого критерия. Естественно, обучаемые будут видеть эти критерии. Теперь они будут понимать, на чем именно надо сосредоточить выполнение своего задания или проекта, чтобы получить максимальный балл по этим критериям. Конечно, с точки зрения методики, до проведения такого вида учебной деятельности, обучаемые должны быть готовы к его выполнению. Например, в задании, которое выполняют обучаемые, необходимо описать возможности. И критерием этой оценки является именно полнота или ясность, понимание того, о чем он пишет. И я принимаю решение детализировать, что означает критерий возможности, поскольку речь идет об обучении с применением дистанционных образовательных технологий, Включающих различные аспекты, я детализирую технические возможности, организационные и методические. Это мой пример. У вас, уважаемые коллеги, критерии могут быть, естественно, другими. Для оценки я принимаю решение использовать баллы. Как вариант, можно использовать и шкалы. Например, вот такие шкалы подготовлены мной, но я их оставляю, так как есть. Составление максимального балла до 10. И по всем остальным двум критериям, также оставляю максимальный балл 10. И вес этих критерий оставляю равнозначным, равным единице. При изменении весовой функции в расчетах, этот критерий будет важнее остальных в два раза. В данном случае не буду менять. Второй критерий, исходя из логики моего курса, будет называться так. Полнота описания потребностей. Скопирую из первого критерия уточнения. Технические, организационные, методические. То есть, при оценивании этого задания, по этому критерию, коллегам нужно поставить балл по 10-бальной шкале, насколько они эти потребности поняли. Насколько полно автор их описал. А вот какие они будут, это уже не важно. У каждого эти потребности могут быть различными. Нужно просто их описать, представить в полном объеме. И, наконец, третий критерий. У меня будет звучать так. Полнота описания перспектив и результатов. То есть, насколько полно автор видит свои перспективы. И какие личные результаты, результаты своих обучаемых, своего коллектива он видит в будущем. Таких критериев может быть много. Для этого достаточно нажать на кнопку «Добавить еще критерий». Правда, нужно обратить внимание, что после добавления нужно сохранить и продолжить редактирование. Только тогда здесь появятся еще два критерия. Кнопка «Сохранить и закроет». Понятно, сохранит и закроет. А вот «Сохранить и посмотреть» позволит просмотреть все мои критерии, как они работают у студентов. Это образ, который увидят студенты. Они будут выбирать свою оценку, писать свои комментарии. По всем критериям. Можно с помощью кнопки «Тап» очень удобно переходить. Или с помощью стрелочек. И вот так вот будет каждый студент, каждый обучаемый, оценивать работы своих коллег. При необходимости может загрузить свой файл в это пространство для приложения к оценке. Как мы видим, по окончании редактирования формы оценки в плане семинара появится зеленая галочка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова